Привет всем, дорогие весы, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Сегодня мы будем делать расклад, который называется Кельтский крест. И он будет выражать наиболее важные события, которые произойдет в апреле месяце. Или уже сейчас происходит и закончится в апреле месяце. Мы посмотрим, как будет развиваться ваша жизнь в плане чувств, личных отношений, личного развития, может быть. И как это влияет на вас в целом. Что можно ожидать. И мы начнем. Ну что ж, дорогие весы, в центре событий у нас выпадает перевернутый император. Довольно значительная карта Старшего Аркана говорит о том, что один из вас пытается применить силу или повлиять на партнера каким-то давлением или уговорами, которые граничат с угрозой. Может быть, какой-то ультиматум поставлен. Возможно, дело в нарушении ваших личных границ. Может быть, если вы в отношениях, то вы чувствуете, что у вас мало свободы. Вам хочется больше свободы, но партнер вам ее как бы не дает. Один из вас не видит особенных трудностей. И чересчур, может быть, легко ко всему относится. Возможно, проводит веселые часы в компании друзей. Или отсутствует, когда ему нужно принимать решения важные. Отсутствует в вашей жизни. То есть, дело здесь, скорее всего, идет об ответственности за какую-то ситуацию. Кто ее должен взять в свои руки и как разрешить. Справедливость в вашем случае должна восторжествовать. Император перевернутый говорит о таких довольно-таки грубых, насильственных решениях. Если это человек, то тоже человек, который несгибаемый. Не хочет двигаться. Не хочет меняться. Ну, наподобие как тиран, да. То есть, это довольно серьезная карта, которая стоит у вас на пути. Которая стоит в разрешении вашей проблемы. Если эта карта может говорить о том, что это вы также. Когда человек теряет контроль над ситуацией. Когда границы ваши личные нарушаются. И вы, возможно, чувствуете себя менее powerful, менее сильным, менее авторитетным. Может быть, это связано с работой или с денежной ситуацией. С чем-то таким. И, конечно, это всегда отражается на отношениях. Если это вне вашего влияния. То есть, если это влияние какой-то со стороны. Когда нехватка чего-то, страдают отношения тоже. То есть, поэтому нужно очень аккуратно относиться к своему внутреннему миру. И к своей окружающей среде. Не приносить извне проблемы в отношения. Перевернутое значение императора также может говорить о том, что где-то внутри вы чувствуете, что это нечестно, это неправильно. То есть, у вас есть что-то неразрешенное, какой-то конфликт внутренний. Вы знаете, что у вас нет сил его преодолеть. Или, может быть, уже нет времени. Или нет помощи. То есть, бессильным вы себя чувствуете в какой-то ситуации, которую вы не можете поменять. С другой стороны, тройка чаш говорит, в общем-то, о хорошем времени. Скорее всего, она здесь говорит о том, что поможет вам, может быть, какая-то и лёгкость даже. Может быть, нужно с помощью друзей как-то расслабить эту ситуацию. Может быть, знаете, иногда даже выпить бокал вина. Но дружба и хорошие отношения иногда значат больше в жизни, чем, например, работа и какое-то служебное положение. Возможно, вы что-то теряете в этом плане. Поэтому обратить нужно внимание на близкое своё окружение. Да, у вас стоит карта справедливости в базисе ваших отношений, в базисе этой ситуации. И она, конечно, говорит, что она противоречится императорам. То есть, вы знаете, что правильно и что неправильно. Но поделать ничего пока не можете с этим. Приходится с этим как бы смиряться. Вы знаете, что это, возможно, ваша ответственность. Потому что, возможно, за отношения вы чувствуете, что вес, ответственность за ваши отношения и сохранение их лежит на вас. Вы, похоже, честно смотрите на эту ситуацию и ничего не скрываете. Потому что задача перед вами стоит какая-то большая. Конечно, может быть, трудно признать, что, ну, как бы, своё поражение. Но вы всё ещё стоите на точке зрения правды, морали, справедливости. Потому что в прошлом у вас выпадает карта высшего суда. Высшие суда – это традиция. Традиции и большие законы. Также это высшие силы. Или ситуация у вас довольно кармическая, когда вам нужно пройти какой-то урок. И, может быть, в самом деле вы ещё его не прошли и не завершили. Поэтому вы чувствуете, что вы как бы застряли в какой-то точке. Также она может говорить, что вы очень сильно придерживаетесь. Ну, в сочетании особенно с картой справедливости, да, что вы очень сильно придерживаетесь к традициям. Вы очень сильно держитесь за, например, ваш союз. Или вы очень ответственный человек везде, и дома, и на работе. Но некоторые вещи не всегда от вас зависят. Но вы всё ещё стоите на стороне как бы закона, на стороне правды. Это отражается на ваших отношениях. Возможно, иногда вы деспотичны даже к своей окружающей среде, к своим близким. Потому что вам хочется сделать всё правильно. И вам кажется, что всё это справедливо. Вы всегда видели себя как учитель, как помощник, как человек, который руководит отношениями, руководит, ну, может быть, и не только отношениями. Уж очень много здесь старших арканов. Человек, который главный. И такой в традиционном смысле. Скорее всего, вы находитесь в отношениях официальных или в очень серьёзных. Вот смотрите, как интересно. Ещё один старший аркан выпадает. Очень хороший аркан, когда человек выходит из положения, находит выход из положения, сложившегося, благодаря своей воле, силе воли. Карта колесницы говорит о большом, хорошем успехе. Говорит о том, что вы найдёте, вы сейчас в данный момент ищите, как вам двигаться дальше. Возможно, вы пересмотрели очень много и очень серьёзно в своей жизни и в отношениях, и вообще в сложившейся ситуации. И у вас уже назрели какие-то определённые решения, целеустремлённость. То есть вы поставили целью двигаться в каком-то определённом направлении и будете придерживаться этому. То есть вы уже выбрали, что вам нужно делать. Также эта карта говорит, что вы очень по-взрослому относитесь к отношениям. Карты все в сочетании. Что вам нужно немножко, может быть, облегчить для себя и для ваших близких. Будет лучше, если вы будете иногда спускаться со своей высоты высших сил иерафанта на землю и, может быть, проводить какие-то радостные моменты и радоваться каким-то простым вещам, которые вокруг вас. И оставлять на время те большие заботы и задачи, которые вы перед собой поставили. Может быть, иногда заниматься больше сексом, карты говорят, потому что вы относитесь очень к сексу, очень к интимным отношениям тоже как к какой-то ответственности, без лёгкости. Видите, здесь может говорить о том карта Пентаклей, что вы в самом деле решили, куда вам нужно и как вам нужно двигаться, потому что этот рыцарь Пентаклей, он очень земной человек. Он в самом деле с высоты закона, с высоты высших сил, с высоты огромного авторитета спускается в жизнь и начинает заботиться больше о более мелких проблемах. Может быть, сейчас это важно в вашей жизни. Например, в мелких проблемах с точки зрения глобальной, может быть, это заниматься своим телом, заниматься физическими занятиями, упражнениями, заниматься какой-то красотой даже, развивать, может быть, в себе какие-то, знаете, ближе к земле, может быть, развивать в себе, я не знаю, за садом ухаживать, что-то такое, посадить дерево, например, или что-то связанное с пищей, может быть, готовить, больше находиться на кухне, больше находиться среди друзей, больше находиться в радостной обстановке и, ну, как бы заниматься больше земными делами и оставить огромные какие-то политические или бизнес-проекты, которые у вас были в голове, или, может быть, сейчас вы не можете их осуществить, оставить вне ваших отношений с вашим партнёром, с вашими близкими, да? Потому что карта Пентакли, в принципе, Пентакли, он очень такой, очень приятный, очень хороший человек, очень легко с ним быть, и он, как бы, очень ресурсфул, то есть ресурсы у него есть, он находит, может из ничего сделать что-то. Видите, как вы себя видите? Перевёрнутый шут – это говорит о том, что человек чувствует себя, как будто он застрял, и у него нет возможностей поменяться, да, такой закостенелый как бы. С одной стороны, он, у него есть авторитет выбрать что-то, он может принять решение, но его держит какой-то внутренняя сила. Может быть, это сейчас хорошее время довериться жизни снова, найти свою точку соприкосновения с природой, со своей интуицией, и посмотреть опять-таки сочетание стройки чаш на жизнь немножко по-детски. С большей радостью и весельем, да, не зацикливаться на больших проблемах, а находить какие-то маленькие радости. Вот этот шут, он и говорит о новых началах, маленьких радостях, что их вам не хватает. Если вы поддадитесь своей интуиции, прислушаетесь к ней, и будете радоваться простой жизни снова, возможно, и большие проблемы, которые у вас существуют, они тоже начнут потихоньку продвигаться. Так. У некоторых из вас, возможно, есть столько свободы, но вы её не очень умно используете с умом. То есть у вас есть много выборов, вы или не делаете этот выбор, потому что вам кажется, что или с вами поступили несправедливо, или вам не подходит ни один из них, или вы держитесь за что-то старое, стабильное, то, что вам... Ну, уже вроде бы вы привыкли к этому, и оно правильное, вы знаете, что его сами создали. Шестёрка Чаш. Эта карта показывает вашу окружающую среду, может быть, вашего партнёра. Она здесь в прямом положении. Шестёрка Чаш. Чаш – это очень хорошее. То есть у вас есть поддержка и помощь. Человек, который с вами готов воссоединиться. Если вы поссорились, он готов всё простить, все обиды. Он готов, возможно, снова вступить с вами в отношения дружбы, любви, взаимопонимания. Возможно, он готовит этот человек вам какие-то подарки. Здесь может быть, что ваши отношения выйдут просто на новый уровень, когда вы больше будете доверять друг другу. Больше, может быть, будете ценить прошлое, которое у вас было вместе. Наслаждаться сегодняшним днём, зная, что у вас чувства не закончились, что они у вас есть, доверять своим чувствам больше и больше. Эта карта показывает ваши надежды или опасения. четвёрка в перевёрнутом виде может говорить, может быть положительной картой. Если у вас в данный момент есть какие-то финансовые трудности или болезнь, или какие-то личные трудности, не в паре, а личные, то они, может быть, уже заканчиваются. Эта карта говорит, что осторожно и если вы будете осторожны и потихоньку двигаться, то успех неизбежен. Вы знаете уже, в каком направлении вам двигаться. Здесь очень много каждой движения. То есть справедливость восторжествует, правду вы свою найдёте. Но это не говорится здесь, что будет легко, потому что всё-таки перевёрнутый император может быть страдает от задетого эго или, может быть, не отпускает какие-то вещи из прошлого, которые уже незначимы в вашей жизни. Когда вы уже, может быть, с двоём, с партнёром продвинулись вперёд, идёт, а что-то из прошлого держит вас, всё ещё держит. и возможный вариант, возможный исход событий нам выпадает перевёрнутый дьявол. как и перевёрнутый император, перевёрнутый дьявол иногда может говорить о потере какого-то авторитета, потере или избавления от чьего-то давлеющего авторитета. То есть какую-то свободу вы должны обрести. Но вот у меня здесь так идёт, что она большая, чем отношения. Это не связано напрямую с вашими текущими отношениями, это больше связано вообще с вашей жизнью. То есть эти две карты император перевёрнутый и шут перевёрнутый и дьявол перевёрнутый говорят о том, что вы находитесь на такой переходный большой у вас момент, когда вы пересматриваете свои ценности, когда вы из более материалистичного человека переходите на путь более духовно развитого человека. и высшие силы в общем-то с вами. Они всегда и были с вами. Карты говорят, что вы должны прислушиваться с большим вниманием к своему внутреннему голосу, не только к логике, потому что у вас очень сильный и мощный интеллект колесницы, в этом, по крайней мере, особенно проявляющийся в этом месяце, потому что колесница в голове говорит, что вы может быть очень победоносный человек, направленный на то, чтобы получить победу любой ценой. Иногда после получения победы мы понимаем, что это не то, что мы хотим. Поэтому здесь больше в этом раскладе у вас происходят какие-то внутренние изменения и изменения в вашей жизни личной. Больше они отражают вашу индивидуальную жизнь. Ну и, конечно, это идет рука об руку с вашим партнером. Конечно, на нем это будет отражаться тоже. Но у него очень хорошее к вам отношение у вашего партнера. Он старается вам облегчить вашу ситуацию. Он старается смягчить может быть вашу ситуацию. В общем-то, старается сделать все, что он знает, чтобы вам помочь, поддержать вас. Какая-то у вас есть такая трудная полоса в жизни, из которой вы выходите победоносно. Перевернутый дьявол, он все-таки остается дьяволом. Часто дьяволы недопонимают люди, думают, что это очень что-то плохое обязательно. Но в сочетании с такими картами, как правосудие, я считаю, что здесь дьявол очень даже положительный герой в перевернутом виде. Это когда человек осознает, что все материальное заканчивается, ценность многих материальных вещей не так велика, а в определенных жизненных ситуациях мы должны оставить свой материализм и становиться более развитыми, более духовными, более добрыми, менее зацикленными на своей карьере, может быть, или просто на достижении своих целей, даже если они очень правильные, нужно больше внимания уделять своему внутреннему миру, карта дьявол говорит. Я, может быть, много думала, пока я читала эти карты, потому что я тоже весы, и я старалась понять одновременно, как это может, в какой мере касаться меня. Сложно, не совсем понятно, возможно, через месяц, я когда буду смотреть расклад снова, возможно, что-то я и пойму для себя. И желаю вам того же, дорогие весы. С вами была Александра. Пока-пока. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Субтитров